День 7 ноября, красный день календаря. Этот незамсловатый детский стишок из нашего с вами советского прошлого, произнесенный где-нибудь на людях, в последнее время смог бы вызвать целую дискуссию. Что отмечать в этот день? Очередную годовщину известных событий 1917-го или День примирения. Для настоящих харьковчан это вопрос давно решенный. Ни то, ни другое. 7 ноября 1857 года родился профессор и ректор Харьковского университета, депутат городской и государственной дум. Позднее городской голова и член государственного совета. Автор более 500 исторических трудов, в том числе фундаментальнейшей истории города Харькова за 250 лет его существования. Харьковский Нестор Литописец, академик Дмитрий Иванович Багалей. 7 ноября 1997 года Харьков отмечал его 140-летие. Итак, дом, который построил Багалей. Или история одного пока не состоявшегося музея. Багалей приехал в Харьков, когда ему было 25 лет. Он и раньше бывал здесь. В 1876 году за участие в студенческих беспорядках его исключили на полгода из Киевского университета. Тогда он перевелся в Харьковский и проучился в нем весь второй семестр. Но в 1882 году Багалей очутился в Харькове не как опальный студент, а как уже хорошо известный исследователь северской земли. Через полгода ученый совет Харьковского университета избирает его штатным доцентом на кафедре русской истории. И определяет содержание в 100 рублей ежемесячно. Однако, своего угла молодой ученый тогда не имел. Вначале снимал какую-то квартирку, а с 1890 года его приютил друг и коллега, профессор Александр Афанасьевич Потебня. В конце 90-х годов Багалей получает заказ написать к 250-летию города его историю. Под гонорар, обещанный за написание столь объемной монографии, Дмитрий Иванович берет в банке заем и начинает строительство. За земельный участок на окраинной технологической улице удалось заплатить чрезвычайно дешево, всего 3000 рублей. Багалей был вторым застройщиком на этой улице. До этого на ней стоял только дом профессора Лагермарка. Но настоящими хозяевами здесь была местная шпана. Почему-то эти места облюбовали харьковские беспризорники. Сама же улица после дождей превращалась в трясинистые болоты. Для харьковских извозчиков страшнее полиции были только поездки по технологической улице. Известный художник Васильковский рассказывал, что извозчик как-то хотел даже откупиться рублем, только бы не везти его до самого дома. Кстати, в семье Багалия было принято разговаривать по-украински. За ним в городе установилась слава украинского патриота. Но власти реагировали на это негативно. По частным сведениям, Багалей в значительной мере отличается хохломанством. Но вернемся на бывшую технологическую улицу. Замощена она была позднее, причем наполовину на средства застройщиков. Дом помогли спроектировать друзья, преподаватели технологического института. Его формы напоминают застройку киевского подола, где вырос Багалей. Скромный, немножко приземистый, но такой уютный и теплый. В проекте было использовано оригинальное инженерное решение. Система отопления была спрятана в толщей стене. Багалей жил на втором этаже, а первый сдавал какому-то помещику, который на зиму приезжал из своего поместья в Харьков. Однако при советах хозяину самому пришлось переехать на первый этаж. Уплотнение. Потом, правда, на втором этаже была размещена основанная Дмитрием Ивановичем кафедра истории и культуры Украины. Дмитрий Иванович был чрезвычайно привязан к семье. С женой познакомился еще в Киеве. Оба являлись членами молодежной патриотической организации «КОЖ». Сын и три дочери. Дом и семья, казалось, были надежной основой душевного спокойствия и уверенности в будущем. Но в совсем еще юном возрасте от Менгита умирает сын, а в возрасте 18 лет погибает младшая дочь. В такие дни Багалей находил утешение в любимом хобби. Ловить рыбу пытался, говорят, даже в Женевском озере. Еще в 1884 году бросил курить, не пил водки. Были друзья. За этим столом гостиной, наверное, сиживали Алчевские, Потебня, Сумцов, Репин и Васильковский. С Крепионицкими дружили семьями. Говорят, в молодости Багалей ездил вместе с Марком Лукичевым по ярмаркам и помогал организовывать спектакли. Репин писал портрет Дмитрия Ивановича. Очень ценил его как друга и как историка. Консультировался с ним при подборе материалов к знаменитым запорожцам. Эти иллюстрации из великолепного альбома художников Васильковского и Самокиша. Он был создан и при участии Багалея как консультанта. Была работа, городского головы. Читая его речь при вступлении в должность, кажется, что у Харькова четыре вечные проблемы. Транспорт, вода, свет и канализация. Была революция. Февральскую горячо приветствовал, будучи членом Кадетской партии. Октябрьскую, хотя она и была своеобразным подарком ко дню 60-летия, встретил прохлад. Активно участвовал в движении украинского культурного возрождения 20-х годов. За него прощал большевикам очень многое, что не вязалось его сутью, его мягким характером. Он уходит из политики. В 1927 году торжественно отмечают 50-летие научной деятельности Дмитрия Ивановича. Этот экземпляр сборника материалов празднования юбилея был издан специально для него. Поздравление со всего мира. Но время праздников закончилось. Близились 30-е годы. Дмитрий Иванович скончался 9 февраля 1932 года. Он не знал, слава богу, что вся его кафедра будет репрессирована, что на него самого НКВД уже давно завело дело. Похоронен Дмитрий Иванович Поголей на городском кладбище у церкви Усикновей. Памятник был построен по проекту ученицы Родена, Элеонора Блона. Но на этом история не закончилась. Казалось, время и люди объявили войну памяти ученого. Во время оккупации пропали многие вещи из его дома. Был разбит памятник на могиле. Уже после войны снесено и само кладбище. Новый памятник переделан из чего-то чужого. А в его квартире живут чужие люди.